С первого же взгляда было понятно, что Аннетти очень неординарная девушка и в то же время такая таинственная, загадочная, но интересная. Рассматривала я, пыталась его почувствовать, как всегда я делаю по отношению к людям. Я всегда сначала молчу и смотрю на них. Мне было абсолютно непонятно. Я просто не понял вообще. Хоть я розовую не получу. Мне абсолютно не жаль, потому что у меня сложилось определенное мнение о человеке. Он меня не впечатлил вообще собой. Когда я подошла к нему, вот этот вот негатив, который к человеку я испытала, он в тот момент начал граничить с чем-то другим. Я не знаю, как это объяснить, я не знаю, как это называть. Нет конкретного названия этой эмоции. Сто процентов какая-то искра. Но я хочу верить, что это все не так. Мне было комфортно с этим отношением. То, что он меня не волнует. Он вообще не волнует. Не хочу я, чтобы оно менялось. Я не хочу, потому что я знаю, что со мной бывают такие моменты, как сейчас. Сейчас будет интересно. Я, наверное, сейчас должна тебе сказать что-то. Ну, хотя бы что-то. Чем я могу тебя заинтересовать? Или привлечь? Я здесь. Прости, но у меня нет никаких стратегий. Я очень надеюсь, что это необыкновенно. Очень надеюсь. У меня с ним свое общение. У меня с ним не общение. Вот у меня с ним не общение одним словом. Не общение. Между нами не общение. Класс. Этот человек для меня огромный мир. Он может быть кем угодно. Меня невозможно понять. Даже мне от этого грустно. Но я не собираюсь это как бы никак менять. Ну, я такая как бы. Он говорит о какой-то честности постоянно. Боже, мы только недавно проснулись. Но кто гуляет с мужчиной днем? Особенно, если вы вообще не знаете друг друга. Ну, какие отношения? У меня-то у меня отношений никаких. У меня были серьезные истории, но не отношения. Потому что со мной иногда бывает очень сложно. Я был удивлен. Один из главных факторов, который объясняет то, как она себя ведет. У меня 23 года. Я из города Киев. У меня не было сексуальной жизни. Я не хочу просто так. Я не хочу какой-то грязи. Я же не хожу на свидание. Это вообще не мой расклад. Я не умею общаться нормально с парнями. Они примитивные, они поверхностные, они пустые. Они все унылые. Поэтому я только и делаю, что фантазирую отношения. Честно говоря. Я себя просто вижу там конкретного человека, как бы, ну, выдуманного. Я решила его слепить, чтобы хоть как-то почувствовать, что я как бы он где-то здесь. Я начинаю себе представлять всю нашу дальнейшую жизнь. И вот у меня со скульптурой, как бы, отношения, как с человеком. Бывает у кого-то. Это моя такая вот маленькая трагедия в жизни. Я буду хранить целомудрие до этого человека. Человека с большой душой, которая сразу видна. Если я его встречу и пойму, что это он, то... Без смеха. Откровенно говоря, я немножко растерялся. Вопрос, который я ей задал, был абсолютно уместным. Я не вижу в этом вопросе чего-то такого, на что может человек обидеться. Если бы она меня спросила, я бы спокойно мог ответить, что мне было бы очень обидно и неприятно, если у нас сегодня все бы закончилось. Что тут странного и такого необычного, я не знаю. В горле стоит, я понимаю, что у меня сейчас лучше куда-нибудь деться. Я не ожидал, что первый поцелуй произойдет на первом же свидании. У меня не умещается в голове, с кем он мог еще так целоваться, как не со мной. Я получила по максимуму того, чего хотела. Сама себя завидую, как так все получается. Я надеюсь, что тебе было так же, как и мне. Потому что мне было очень. Очень, 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 очень. Она не ошибается. Очень, 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 очень много вещей я чувствую. И мне очень приятно видеть ее такой счастливой. То, что было в Полтаве... Оно осталось в Полтаве. Мне уже плохо. Уже второй день, а мне уже хреново. Все внутри болит. Я забыла вообще, кто это такой, кто такой Ираклий. С которым ты целуешься, идет на свидание с девушкой. Потом после тебя. Походу Аня ему действительно нравится. Можно там что-то и было. Думаю, что у них все впереди. А у меня, может, позади. Анетти. Не знаю, что тебе сказать. Могу только похлопать. Хоть кому-то из нас нравится свидание. Ты вообще бьешь все рекорды. У меня испортилось настроение. Для меня это видеообращение абсолютно не имеет здравого смысла. Потому что, если хочешь упрекнуть человека в чем-то, ну, хотя бы надо это говорить в чем. Если наше общение будет продолжаться в таком же стиле, я думаю, что она не будет продолжаться долго. Понимаю, что будет мне говорить. Я все, у меня защитная реакция срабатывает. Я не хочу ни говорить, ни смотреть, ничего. Я никого не держу. Если ей так безразлично, наверное, ей придется молчать без меня. Я понимала, что я обижу своим поведением. Я знаю это. Я предупреждала, что я не хочу идти. Я хочу убежать, понимаешь? Просто убежать куда-то. Это как ты хочешь обнять человека просто. И ты боишься этого желания. Ты выбираешь просто свалить, чтобы этого не делать. Вот это его полнейшее. Что вообще ужас. Конечно, была вся интрига в том, останется Леонид. Что закончится церемония тем, что я ее как-то подбодрю, обниму и передам Розу. Вот я просто уверен, что у нее не было таких мыслей. Я не хочу быть как все. Я не хочу получать то, что и все получают. Лучше мне не получать. Как бы... Возможно, она чувствует в каком-то степени свою вину после нашего сегодняшнего разговора. И... Наверное, это и была главной причиной тому, что она вот так... посмеялась над Розой. Мне как бы неинтересно весь этот движ, этих групповых свиданий. Потому что это не моя история, это не мой сюжет. Это вообще не обо мне. Анетти использовала этот процесс, но все 100%. Мне было это приятно. Мне хочется его трогать, понимать, говорить, молчать. Мне хочется все о нем. Я лучше стал ее понимать и чувствовать. И для меня это очень важно. Стало легче, что я ему это сказала. Я выдохну. Я такого еще никогда не делала. Я никогда не целовалась за всех. Это было от души. У меня притяжение к ней, сильное лечение и симпатия. Она не теряет свою вот эту загадочность, которая мне очень нравится. Я получила все, что я хотела. Все, что я даже не предполагала, что я могу это получить. О чем можно было только мечтать. Мне. Я по-своему влюблена в него. Я по нему соскучилась. Я уехала и все. На этой церемонии нас ничего не связывало. Ни то, что он мне сказал. Ни воспоминания какие-то. Это был просто красивый парень в голубом пиджаке, который я вижу вообще в первый раз. Ну, привет, ничейный. Сначала я хотела тебя побить. Потом убить. Ну, потом ты это сделал самостоятельно с помощью текилы. Поэтому я так посидела и подумала, что, наверное, тебя просто стоит любить и не задавать лишних вопросов. как и меня, впрочем. СМЕХ То, что я ничейный на этот момент, она очень правильно отметила. Я рад, что она это... Девочки ходят на индивидуальные свидания. Значит, он хочет провести время наедине. Те девочки, которые ходят на коллективные свидания, значит, ему по сути не о чем говорить с этими людьми. Я могу уложить у себя в голове то, что свидание может состоять из троих людей. Это просто какое-то общение, там, отдых или, не знаю, тусовка. С Аннетти наше последнее свидание прошло очень хорошо. После этого я увидел, что несколько раз у нее менялось настроение. Как вы? Настроение не видеть человека. Хочется его убить. Где-то во мне какой-то создается новый орган, который есть и в нем в этот момент. И они там как-то развиваются, сплетаются, независимо от того, в каком мы месте. Я редко встречал девушку, которая во мне вызывала вот такие эмоции. вот я почувствовал, что ей спокойно и мне спокойно. Это очень много значит. Перед тобой мужчина, который тебе важен и вот его лицо. И ты можешь сделать все, что хочешь. Но тебе и так офигенно и в этом кайф, когда ты даже не хочешь целовать человека. У тебя что-то больше как-то в этот момент важнее чем поцелуй просто. Я думаю, что он сам не сможет описать это чувство после наших диалогов. Он слово не может подобрать, как я не могу подобрать. У меня такого в жизни не было. У нас вот есть вот эта связь, ощущение такое. Даже трудно мне находить какие-то слова. Мне стало даже грустно от того, что я не хотела с ним расставаться. Просто для меня это было как от сердца оторвали.